Вот вам первая группа, товарищи. Вторая группа, товарищи. Министерство обороны, генералы Министерства обороны и Шойгу. Бывший министр обороны, который недавно только стал секретарем Совбеза, который сидел перед Путиным вот сейчас на сходке у него во время заседания малой группы Совбеза с опущенной головой. Почему? Кто отвечал за безопасность этих приграничных регионов? Кто отвечал за то, чтобы последние деньги, все, которые были переданы из бюджета, а бюджет формируется оборонный, из расчета на то, какие потребности у Министерства обороны, и только после Министерства обороны получают все остальные силовики? Так вот, за два с половиной года войны Шойгу и его генералы, его распределители, проворовали по самым минимальным оценкам аудита 11 триллионов рублей. Где эти деньги с точки зрения безопасности приграничья? Курского региона, Белгородщины, Брянской области, где защита Липецкого аэропорта? Ничего нет, все проворовано. И, кстати, то, что сейчас удается делать ребятам вооруженных сил Украины, то, как они сейчас успешно воюют на Курском направлении, успешно продвигаются и захватывают критически важные для России, для Путина объекты, это одна из причин этого, того, что в России коррупция, и что есть отмывание бабок огромное через систему Министерства обороны, и оно продолжается. И это все должен был делать Шойгу. Это он должен был защищать, он должен был вкладывать деньги, там должны были строить фортификационные сооружения, прокладывать минно-заградительные какие-то поля, окопы делать, инфраструктуру создавать. Все там должны были делать в Курском регионе. И, конечно же, Шойгу, который недавно ушел, которого ушли недавно из Министерства обороны, который ненавидит этого Белоусова, ненавидит этих чекистов, которые начали охоту за ним, а он же прекрасно понимает, Шойгу, что так как сажают его окружение, его застройщиков, его кошельки, что в скором времени возьмутся и за него, и что в лучшем случае его посадят, а в худшем случае он как-то случайно умрет от сердечного приступа. Он понимает, что он не жилец Шойгу. Поэтому он один из выгодоприобретателей. Ему нужно, чтобы провалился Путин на Курском направлении. Ему нужно, чтобы был успех у ВСУ, потому что от этого зависит его личная жизнь, его безопасность, и безопасность его окружения, его семьи, его друзей, его поставщиков. Третья группа лиц, не поверите, но это сами чекисты. Как начиналось продвижение вооруженных сил Украины по Курскому направлению? Если вы помните, погранцы в огромном количестве, десятки и десятки российских погранцов сдались. Подняли руки и сдались в плен. Я напомню, что пограничной службой Российской Федерации ей занимается ФСБ, Убянка, что это именно она курирует погранцов. Если вы помните, то подобная ситуация была на территории Белгородской области несколько месяцев назад, когда туда заходили, правда, не вооруженные силы Украины, а российские добровольческие корпусы, российские добровольческие батальоны. Тогда ФСБ, пограничники дали бой. Поэтому изначально операция была очень тяжелой, продвижение было очень тяжелым, все все знали, все всем просигнализировали и так далее. Поэтому на территории Белгородской области получилось добиться результатов, однако не крупных результатов, не таких, как сейчас на Курском направлении. А что же произошло сейчас? А сейчас ФСБ, пограничники просто подняли руки и ничего не делают. И ничего не сделали. И никого не оповестили, хотя все было видно на границе. Как мы сейчас понимаем, эта операция готовилась несколько месяцев. Два месяца, может быть, и более. И что, пограничники с их разведкой ничего не увидели? Или их не оповестили? А давайте посмотрим, а кто отвечал за безопасность вообще при пограничье? Как отвечало за это ФСБ? Кто за это отвечал? Ну, во-первых, Бортников. Директор ФСБ лично за это несет ответственность. Директор ФСБ Бортников, который тоже, кажется, ничего не собирается делать, ничего особо не предпринимал, никаких усилий, у которого провал. Несколько десятков его людей просто сдались в первые часы, не оказывая никакого противления, как будто им приказали сдаться заранее. А кто курировал все эти области? Кто, в принципе, занимался безопасностью России? Секретарь Совбеза Патрушев, которого Путин недавно тоже отправил в отставку, не дав его сыну стать преемником, сыну Патрушева. А Патрушев так хотел, чтобы его сын не просто стал вице-премьером, а чтобы он еще и получил в дальнейшем кресло Владимира Путина, кресло президента. И чтобы Патрушев и дальше курировал чекистов, КГБ. А сейчас он занимается кораблестроением, дает какие-то пространные интервью, рассказывая о черноморском несуществующем флоте уже фактически. Где Патрушев? Патрушев исчез. И он тоже человек, который хочет отомстить Владимиру Путину. Под Патрушевым сидит Бортников. Бортников – это его креатура. Бортников – это человек Патрушева. Патрушев до сих пор оказывает огромное влияние на чекистский аппарат. Да, есть генералы Сечина, но есть немало генералов и Патрушева. И Бортников – самая важная его фигура. И то, что ФСБ так все проморгало, то, что пограничники так все проморгали, это, понимаете, свидетельствует только о двух вариантах. Или это провал чекистской работы, что, в принципе, может не удивлять. Или они сыграли здесь против Владимира Путина. И ему же отомстили. Отомстили за увольнение Патрушева. Отомстили за то, что Владимир Путин все-таки все равно пытается сберечь Шойгу и его клан и не дает до конца этого Шойгу трясти. Там есть за что мстить. Но, кстати, и не нужно исключать того, что и ФСБ прекрасно понимает, что уже необходимо думать о будущем после Владимира Путина. Поэтому, быть может, и я не исключаю, что это операция, ФСБ в том числе, и операция, в принципе, российских силовиков, генералов, которая называется очень просто «Снять Владимира Путина». Это, быть может, уже начало какого-то переворота в России, который грядет. Давайте не будем и это исключать. На всякий случай. В России же все возможно, правда же? Поэтому здесь тоже важно смотреть внимательно на ситуацию, анализировать деятельность и пограничников, и ФСБ на местах, что они делают. И, по сути, они как будто не делают абсолютно ничего. Вы же заметите, что все идет как по нарастающей, как снежный ком, как лавина. И никто ничего не делает, никто никаких сил не предпринимает. Начинаются перебрасываться резервы, Россия свои силы распорошивает. А по факту украинские вооруженные силы успешно продвигаются и захватывают критически важные объекты на территории Курской области. И сейчас захватили трассу, идут в сторону Курска. И я не удивлюсь, если Украина вообще захватит и Курскую область. И Путин ничего не сможет сделать. И впервые с момента окончания Второй мировой войны на территорию России войдет иностранное государство. И впервые на территорию государства, которое имеет ядерное оружие, входит иностранная армия. И ни КГБ, ни Лубянка, ни ФСБ, ни генералы, военные, ни черта не делают и не могут сделать. А может быть, не хотят. Но есть еще одна последняя группа, о которой мы не говорим. Группа выгодоприобретателей. И во главе этой группы стоит Александр Лукашенко и белорусские силовики. Почему вот то, что сейчас произошло, стало возможным? Почему заход вооруженных сил Украины такой успешный? Почему вооруженные силы Украины в СССР смогли создать такой кулак? Направить батареонно-тактические группы, бронетехнику, ракеты, дроны, подготовленных ребят на территорию Курской области? Почему они смогли захватить так быстро столько населенных пунктов? Распределительную станцию в Судже? Почему они сейчас подходят к Курской атомной электростанции? Почему это такой успех большой? Давайте мы с вами не будем забывать, что относительно недавно Александр Григорьевич Лукашенко отдал распоряжение отвезти войска, белорусские войска, белорусскую армию от границы с Украиной. Украина долгое время держала там свои резервы, держала там свои батальоны для того, чтобы в принципе оказать противление белорусской армии и их российским кураторам в случае, если начнется нападение со стороны Беларуси. Беларусь всегда сдерживала украинские силы и не давала им разгуляться ни на севере, ни на юго-востоке украинского государства. На протяжении двух с половиной лет это все происходило. Однако недавно это все прекратилось. Александр Лукашенко отвел войска. Отвел войска. А почему? Потому что он понял, что Владимир Путин провоцирует войну, боевое столкновение между Белоруссией и Украиной, между вооруженными силами двух стран. Потому что он увидел, что Путин направляет дроны уже для провокации этой войны не просто по территории Украины с Белоруссией, а через Украину на территорию Беларусь летали российские дроны. И летели несколько сот километров прошли. До Витебска. Через Минск. Что Путин подталкивал и подталкивает Лукашенко к войне. А Лукашенко это не нужно. Он прекрасно понимает, что если он вяжется в войну, то мало того, что его накроет лавина западных санкций, а его никто не будет прикрывать. Путину он не нужен. А во-вторых, это будет означать, что его режиму конец. Что российские силовики Путин, Лубянка захватят власть в Беларуси в одно мгновение. Щелчком пальца это все произойдет. Поэтому Лукашенко отвел войска. И это все помогло украинским вооруженным силам войти на территорию Курской области. А что делает сейчас Александр Лукашенко? Он на границе с Брянской областью и на границе с Украиной вводит режим какой? КТО контртеррористической операции, где задействуют силы КГБ. Не более того. Никакой армии КГБ зеркалит Владимира Путина. Ты КТО и я КТО. Вот тебе. Я ничего не знаю. Я здесь ни при чем. Я не виноват. У меня все нормально. У меня все хорошо. Мы болеем за тебя. Мы очень переживаем за Россию, за Курскую область. Ай, как нехорошо. Но ничего делать я не буду. Потому что Александр Лукашенко ненавидит Путина. Так же, как и ненавидят Путина военные генералы. Так же, как его ненавидят некоторые генералы КГБ, которые спят и видят, чтобы он уже наконец-то ушел. Так же, как его ненавидят такие олигархи, как Дерипаска, которые рассказывают, что это безумие проводит дальше войну. Такие, как Потанин, которые прячут деньги за границей. Его ненавидят все. И в Кремле огромное количество чиновников. И в окружении огромное количество предателей. И среди охраны Владимира Путина много предателей. И Лукашенко его ненавидит лютой, просто лютой ненавистью. Так как он прекрасно понимает, что если Владимира Путина не будет, то он сможет сберечь свою жизнь. А пока Владимир Путин есть, то Лукашенко будут и подтравливать, и пытаться уликвидировать, и пытаться скомкать его режим, и пытаться отстранить его от власти, и угрожать его семье, как уже сейчас угрожает Владимир Путин его старшему сыну Виктору. Поэтому Александр Лукашенко и его КГБ, его силовики, его военные, это одни из выгодоприобретателей, вот этой операции вооруженных сил Украины на территории Курской области. Вот вам целая группа предателей, которая собралась вокруг Владимира Путина. И как вы видите, это не просто предатели, это высокие шишки, ближайшее его окружение. И это не просто предатели, это люди, которые отвечают за безопасность России. Это люди, которые, как показывает сейчас вот та ситуация, во всяком случае, так ее называет Владимир Путин в Курской области, которые могут убрать моментально Владимира Путина и сделать такую подляну ему, так испортить ему малину, так ему нагадить, что он просто не отмоется. И не просто не отмоется, а еще и режим его может в одно мгновение просто быть слизаным. Распасться. Вот что сейчас происходит. Поэтому не нужно рассматривать операцию вооруженных сил Украины на Курском направлении в Курской области как что-то отдельное, как что-то фрагментарное. Это удар по Путину, удар по его режиму. И удар, который не мог бы произойти, если бы не халатность российских военных, если бы не их месть Владимиру Путину, если бы не готовность чекистов подыгрывать в этой игре российским генералам, если бы не желание Лукашенко как можно скорее покончить с Путиным, если бы не желание путинского силового аппарата от него избавиться. И я надеюсь, что эта операция в Курске будет успешна и что после этого режим, путинский режим, который существует уже 25 лет ровно, падет. А если не падет, то будет очень ослаблен.